Вечерний джем 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 в какой день ты выступаешь, всего три дня, и в какой-то из одних дней ты должен выступать. Конечно, лучше всего попасть в первый или во второй день, потому что команды у судьи еще не набраны. Но может такая ситуация произойти, что уже во второй день уже возьмут все команды. Но судьи все сами понимают, они знают, что у них три дня, поэтому они ждут, они весь первый день прослушают. Второй день тоже до конца, но второй день лучше всего, как мы уже посмотрели, поняли, что лучше всего во второй день. Самые везунчики были во второй день, во второй день больше всего людей набрали, но мне по случаю жребия достался третий день. Притом не просто третий день начало, а третий день вторая половина дня. И когда я пришел уже на слепые прослушивания в свой день, я посмотрел, какой я по спискам, и мне сказали, сколько мест осталось, я плюс-минус, и понял, что не получится, мне не получится уже точно пройти. Поэтому, ну, по традиции проекта, все, те, кто не прошел в этом сезоне, они проходят на следующий сезон без кастингов уже. Нам уже не надо ничего проходить, мы уже придем, будем в самый первый день, даже без жеребьевки. Будем в первый день. В этом году тоже были люди, которые приехали еще со второго сезона, они во второй кастинг проходили, не попали. Они приехали в третий и были в первый день. Их было порядка тридцати человек. В этом году тридцать пять. То есть надо опять немножко подождать. Опять немножко подождать, но я для себя решил, что это для меня лучше, потому что я лучше подготовлюсь, целый год даю. Я посмотрел все это, я посмотрел сцену, я выступал, пел на ней даже. Нам дают, у нас был такой саундчек, но об этом я расскажу позже, потому что у нас, в принципе, время есть. Сейчас бы я хотел исполнить песню. Да, конечно, конечно, давай. Если позволяете. Композиция называется «Солдат», но она не военная, она лирическая. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 операторов, ну вот всей всех вот очень-очень серьезный проект, конечно Как отношения между участниками? Очень теплые отношения, никакой конкуренции все дружат, все друг друга поддерживают, конечно сначала на кастингах если люди друг друга не знают они все строят из себя, как я зашел строят из себя каких-то крутых певцов, певиц ходят распиваются, ну естественно это и понятно, волнуются, поэтому учу им смеяться и общаться не до этого там как бы человек, некоторые люди, как я знаю погружаются в себя и переживают все это в себе. Хорошо, давай к музыке, да? Да, к музыке, сейчас будет премьера композиции с моего следующего альбома не следующего, первого, можно сказать, альбома она такая минорная называется она Увы Ну что ж, погрустим, друзья Не прячь глаза, посмотри Я давно простил Тебя за все Простить легко Словней забыть Есть два обстоятельства Это моя обреченность Это моя обреченность Дальше, чтобы жить, я убегаю дальше Все дальше Все дальше в эпилог нашей львы Но дальше, чем вспоминания о счастье И дальше, чем любовь Мне не убежать Увы Прошу, тебя не нужно больше лжи Я тебя читаю про себя Прошу, на минутку одолжи Познакомься Познакомься Вот мои друзья Слева мое Одиночество Справа моя Прошу, я тебя Прошу, ты Увы Если в эпилог нашей львы Но дальше, чем вспоминания о счастье И дальше, чем любовь, мне не убежать, увы. Не прячь глаза, посмотри, я давно простила тебя за все. Классно. Мне кажется, премьера удалась. Дай Бог. Друзья, напоминаю, что Михаил Наумов сегодня в нашей импровизированной студии в Центре досуги кино «Октябрь» для вас. Сегодня он, кстати, представляет свои композиции. Очень рад, кстати, что ты наконец-то выливаешь на нас потоки своего творчества, и мы в них будем сегодня купаться. Здорово, я сам очень рад. Это здорово, что наконец-то тогда появилось все. У меня была рок-группа в Оркуте еще, когда я жил, «Манифест». Но это было рок-направление. Мы писали, ну вернее, я практически писал 80% всех песен. И это, наверное, было тогда, последний раз, в 2009 году, как раз, когда я уехал из Оркуты. Это был как раз тот последний раз, последний год, вернее, когда я выступал на сцене со своими песнями в своей группе. И вот сейчас, спустя 5 лет, я выхожу на сцену, на телевидении. Все возвращается на круги. Да, да, тоже со своим материалом. Но уже не в рок, а вот в такой вот поп-жанре. Ну вот сейчас композиция прозвучала, она у меня... Я вот сидел, слушал, как будто бы, знаешь, какой-то мюзикл про... Мюзикл, да? Слушаешь про любовь какую-то. Вот прям представляешь, какого-то героя, который... Ну, ты представил мюзикл, потому что в этих песнях очень сложная гармония. Вот в этой, которая была, ну не сложная гармония, но очень много модуляций в разные тональности. Ну вот я когда-то, я ее давно написал, на самом деле, эту песню, но когда я вот увлекался композиторством и когда писал эту песню, мне очень нравились вот всякие переходы, всякие... Часто я понимаю, чтобы написать популярную композицию для радио, например, этого не нужно. Там нужно как можно проще все, ну, чтобы все красиво было, но проще, да. Потому что такие песни, они сложны, но мне, эта песня мне нравится лично. Ну и если она мне нравится, то я надеюсь, что она понравится еще кому-то. Ну, это лучше, чем морская черепашка по имени Наташка. А, кстати, на голос ты какую композицию представлял? На голос я представлял композицию Александра Маршалла «Орел», но сегодня ее не будет в исполнении. Это просто потому, что я хочу, чтобы люди увидели меня по первому каналу с этой песней. Хорошо, согласен. Согласен. Вот. Я ВКонтакте выложил видеозапись с саундчека, правда записан на телефон на обычный, можно послушать. Я считаю, что неплохо, и меня отец поддержал в этом, сказал бы, на тебя вернулись. Я ему доверяю в этом. Я не сомневаюсь тоже, тем более, зная твоего папу. Исполним что-нибудь. Давай. Сейчас я хочу исполнить композицию из репертуара такого, на мой взгляд, очень клевого парня, которого зовут Джейми Каллом. Он из Британии. Он играет на синтезаторе, на рояле, отлично играет и поет. Его мало кто знает, к сожалению, к моему в России. Ну, благодаря тебе познакомимся. Ну, может быть, да, послушайте одну из его песен. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но так оказалось, что он в Воркуте просто родился. Всю жизнь жил в Москве. Ну, это насколько я знаю, может быть, я не прав, я ошибаюсь, но по слухам так. Но он подписал, как в Воркута, и тоже вот он прошел на слепые прослушивания. Вернее, он прошел, но его не взяли. Слепые прослушивания – это? Это уже съемки, это то, что показывают по телевизору. Ага, все понятно. Он прошел, его взяли, но когда он пел песню, наставники никто не обернулся. Ты сказал, что Аксюта вот разделил, что вы будете петь пополам русский. То есть, получается, каждому из вас дали какую-то песню? Не дали. Нам дали списки песен. Там в каждом списке, там два списка, порядка 50 песен в каждом списке. 50 русских, 50 иностранных. И вот говорят, выбирайте. Ты приходишь, там отдельный день выдается, называется подбор репертуара. Ты приходишь, сидят продюсера все, ну, кроме Аксюта, Аксюта обычно там редко бывает. Сидят редакторы музыкальные первого канала, и они выбирают, ты им поешь 5 песен, они выбирают из них. Но у меня получилось как. Я пришел, ну, подготовил 5 песен, вот они по спискам. Из этих двух списков подготовил 5 песен. Первая песня была «Орел маршала». Я зашел, они спрашивают меня, ты что у нас пел на кастингах? Я говорю, я пел песню маршала «Орел», а она как раз была в списке. Они говорят, так вот же, мы же из-за тебя эту песню в список-то и включили. Что там думать? Короче, все, ты будешь петь «Орла маршала». Так может я вам... Нет. Ты будешь петь «Орла маршала». Ну, я сразу все понял. Я понял, что русские песни нужны. Видимо, мало кто соглашается петь русские песни, потому что они могут показаться, ну, менее выигрышными, наверное. Потому что у нас в России эстраду на данный момент такова, что и выбрать-то почти не еще. Если на Западе огромный спектр, огромный спектр певцов, певиц, из чьего репертуара можно выбрать песни для конкурса, то у нас очень скромно с этим делом. Я не знаю, как они составили список. Я список на самом деле смотрел и ужасался некоторым позициям в этом списке, как вообще можно выбрать такую песню на конкурс. Она же откровенно слабая, она ничего не покажет. Но они все равно включили ее в список. Странно было это, конечно, видеть. Какой, например, песня? Ну, это, например, были песни вот у Тесова. Были песни у Тесова у Черного моря, например, или «Извозчик». Песня старого «Извозчика». Ну, на самом деле, и пел один человек, это пел на голосе, Курбан Галлий. Мы с ним познакомились. Но он уже очень давно, всю жизнь работает в ресторанах. На самом деле, классный певец, но вот он выбрал эту песню, тоже я не понимаю. И то ли ему дали ее, то ли он сам ее выбрал. И в итоге вот эта фишка, он пытался сделать пародию голосом на Утесова, ну и в итоге эта фишка не прокатила, и никто не повернулся. Потом очень жалели, его просили спеть. А вы можете еще что-нибудь спеть? Он там как выдал что-то фирмовое, там, вау, бэйби, там что-то такое. И все сказали, ву, клево, слушай, что ж ты не выбрал-то? А они ж... А это может быть и не он. А они не знают, да. А может быть, это и не его выбор. Поэтому... Ну, проект честный, в принципе, тебе дают песню на русском языке, а ты уже соизволен из этой песни сделать... Конфеточку. Конфеточку такую, чтобы зрители повернули. То есть не зрители, а наставники повернулись. Давай, мы повернулись к тебе, всей республикой сейчас. Что вы можете... Сейчас я исполню песню, уже вторую на сегодня из репертуара Гевина Дегро. Я исполнял как раз весной одну из его песен. С ней же выступал на... Подари городу песню, был у нас такой. Про город, конкурс. Вот, на сцене я пел ее. И сейчас я спою не эту песню, а другую тоже из репертуара этого исполнителя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Без любви, без любви Я буду свободен для тебя в любви Я буду любить тебя больше, чем любой Посмотрите в мои глаза, что ты видишь? Я буду любить тебя больше, чем любой 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 что вы нужны мы будем вместе 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 я буду любить тебя больше чем в любом и я буду любить тебя больше After I Taek I Matter I'll be free for you no longer I'm gonna love you more than anyone I'm gonna love you more than anyone Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вы может очень клево поете, но может быть нам надо другое Может быть мы ищем какие-то внешние типажи, какие-то еще типажи Поэтому это проект, это проект намерен на то, чтобы естественно первому каналу сделать рейтинг Поэтому и берут таких людей примерно Все понятно Еще был случай такой, что недавно была девочка, взяли из какого-то села российского, ну на самом деле не особо поющая девчонка, но она была очень веселая, шутила все время И они думали, что это в принципе тоже может разбавить какую-то атмосферу серьезную вот этих певцов Поэтому таких людей тоже берут Все удивляют свое шоу «Голос», там самые крутые певцы Да, там самые крутые певцы, но бывают между ними еще есть люди, которые проходные Такое тоже бывает Поэтому если не взяли на кастинге «Голоса», это я говорю для всех, кто собирается поехать Если вас не возьмут на кастинге, вам скажут, что извините, нет, то не стоит расстраиваться Это ничего не значит, это не значит, что вы плохо поете Это просто значит, что для этого проекта вы не подходите Попробуйте свои силы на другом проекте Конечно, великое множество Мы готовы слушать тебя Да, сейчас я спою свою песню Тоже с этого же альбома, который должен выйти Она в стиле босанова, такая, ну, не обычная босанова, мажорная, бразильская, а такая русская, минорная Хорошо, давай, интересно Спасибо 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 Я помню твои, мои слова, жесты, мы были другими, ты и я Мы не перестали быть собой, но мы перестали быть с тобой Вместе Вместе С кем теперь ты вместе? Кто теперь-то вместо меня? Заменитель, подснаститель Дело тут не вместе Просто интересно понять Чем же я тебя обидел Чем же я тебя обидел Всего лишь один короткий шаг С крыши Тогда бы надежда умерла Я начал искать тебя в сети Я начал искать тебя в сети Вдруг вижу страницу там, где ты Пишешь С кем теперь ты вместе? Кто теперь ты вместе Кто теперь-то вместо меня? Кто теперь-то вместо меня? Замеритель, подснаститель Сделал ты нечестно Просто интересно понять Вдруг 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 Если это не как-то Fontys И Субтитры сделал DimaTorzok Кто теперь дал вместо меня? Заменитель подсваститель, знаешь, так нечестно Ты уже в невестах, а я... Я мечтаю с детства написать ту песню, где я Пронесу любовь до смерти Только в этой песне Дольше нет свободных мест для тебя Только не на этом свете Друзья, это вечерний джем. Михаил Наумов сегодня с нами И вы тоже оставайтесь, никуда не уходите Это вечерний джем, друзья Продолжаем, точнее, уже скоро будем заканчивать Но, естественно, еще будет песня В исполнении Михаила Наумова Все это впереди Пока что возвращаемся к тому, что Михаил в этом году поучаствовал В проекте «Голос», да? Пусть не в кадре, пока Пока не в кадре Но, тем не менее, так сказать, хлебнул за кулисе Какие-то яркие вот самые воспоминания Остались у тебя? Ну, я вот как раз хотел рассказать про то, как все я проходил В общем, как я уже сказал, 150 человек в день Я прослушивалась где-то И они прослушивались по десяткам Ну, 15 десятков получилось Я был в мой день Это был, наверное, какой? 6 августа, по-моему В этот день у меня как раз был кастинг И я прослушивался где-то с седьмой десятки В седьмой десятке, да Мне сказали прийти к двум часам дня В итоге мой выход был в 7 вечера И вот за эти 5 часов ожидания Наверное, все волнение вообще Оно просто уходит Тебе становится все равно Как ты выступишь, как ты споешь Тебе уже единственное хочется уйти отсюда Спать, прилечь Некий эффект эмоционального перегорания Да, эмоционального перегорания Ну, сначала идет так Сначала волнение тебя колотит Ты туда заходишь, видишь этих волнующихся людей Толпы, вот эти десятки, которые должны зайти Они распиваются, ходят, нервничают Ты сам приходишь нервный Ну, думаешь, сейчас твой выход после них Потом ждешь, 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 ждешь И после 5 часов ожидания Там тебе уже, в принципе, уже ничего не страшно Ну, просто, я уже, честно, не боялся Мы уже зашли, вот 10 человек наших Мы хохотали, смеялись Ну, в общем, веселились всячески Нам все это очень нравилось Сам процесс Были люди в моей десятке Которых я уже видел даже по телевизору В проектах других Очень классные певцы Ты знаешь, из моей десятки я спел Нам сказали, спойте две песни А вообще, изначально, когда присылали письмо Говорили, спойте три песни Спойте две песни Хорошо, две так две Подумал я У меня было подготовлено три песни Орел Потом из репертуара французского певца Гару И третья у меня песня была рок-н-ролльная Ну, такая, понарастающая Я думаю, каких же две спеть из трех-то Ну, черт, с рок-н-роллом Думаю, медляки оставлю Они же эффектные же, медляки Вот Выкинул рок-н-ролл В общем, выхожу А я решил аккомпанировать себя на гитаре Там минусовки ничего не дают Там или акапельно поешь Или под фортепиано Или под гитару Ну, я взял гитару Сыграл Орла Ну, хорошо, давайте дальше Сыграл Гару Ну, вот, говорят Ну, у вас такой, Михаил, хриплый голос А у меня действительно я там пил Вот в таком формате Вот Ну, Гару Думаю Ну, а вы можете показать какие-нибудь возможности своего голоса? Я сказал, да, конечно И как дал им там рок-н-ролл Ух, там Я помню, они так зашевелились Ну, видимо, все, кто приходят на кастинг На самом деле, им как раз Они все поют медленные песни И вот жюри Хочется чего-то Хочется уже, да Они, я представляю, седьмой десяток Это половина дня, они уже начинают уставать И я как бы разбавил все это И как, какая там система В общем, все мы поем, сидим за кулисами Потом вся десятка выходит И мы ждем, когда выйдет ассистент и объявит Кто прошел дальше? Все стоим возле десятки А в десятке были такие клевые певицы Я там и певцы Парни Они прошли Вышли, я с ними рядом встал Ну, думаю, что-то не знаю, что ждать Выходит девочка-ассистентка Говорит Так, мне из вашей десятки нужен только один человек Ну, я уж успокоился Думаю, наверное, не я И тут раз И Михаил на ум Все, думаю И все, все меня начали поздравлять Некоторые поздравили Некоторые не поздравили Но я запомнил Те, кто не поздравил Вот Ну, те, кто не поздравили Я, кстати, их увидел Уже на другом проекте Практически Вот Некоторые мне пожелали удачи Ну, я познакомился там С этими людьми Но, к сожалению, вконтакте Я их найти не смог Просто я их помню только имена Может быть Фамилии Я их просто не запомнил Но у меня это был просто такое состояние Что абсолютно было Не до запоминания Сначала у меня Сначала этот страх меня колотил А потом вот эта эйфория Понимаешь? Из одного в другое И вот я просто ничего не смог Сделать собой Не смог себя удержать В руках Но в любом случае Здорово, что и вот такой опыт Что ты? Опыт колоссальный Особенно мне понравилось Понравилось репетировать Живым оркестром Вот этого Жилина Очень-очень-очень Классный оркестр Крепкий Ну, первый канал Они же не будут брать Что попало Ну, Юрган тоже Ну, да Юрган тоже Я вот жду Когда Юрган Сделает тоже живой состав Вот здесь сзади поставит И мы начнем уже Трансляцию Ну, что Заключение нашего музыкального вечера Заключение Я хочу спеть песню Я ее когда-то пел уже на Джеймсейшене Не помню на каком Из всех Джеймсейшенов Которых я вам сказал Да На каком-то я пел уже эту песню Это песня моего сочинения Сейчас я просто Сокомпанирую себе На клавиш И спою для вас ее Она тоже Надеюсь, что появится на моем Следующем первом альбоме Следующем первом Вот Она называется Когда ты рядом Романтическая джазовая композиция Отлично Мы готовы слушать Когда ты рядом Я ощущаю нечто Не описать словами Похожа на любовь Одна досада При каждой нашей встрече Все тот же мы сценарий Проигрываем вновь Вновь милую улыбку Мне даришь безвозмездно Вновь чашка чая Вновь разговор Вновь притворяюсь Что все мне интересно Чтоб чуть подольше Еще побыть с тобой Прости за это Я знаю Мы не пара Я это принимаю Другого не прошу Просто будь рядом Пусть даже если друга Лишь ради твоей дружбы На свете стоит жить Субтитры создавал DimaTorzok Пусть даже если Просто будь рядом Пусть даже если Другой Лишь ради твоей дружбы На свете стоит жить Субтитры создавал DimaTorzok Друзья Для вас в вечернем джеме Сегодня Михаил Наумов Участник проекта Голос Миша Спасибо тебе большое Что пришел к нам Спасибо вам Поделился своим творчеством Пусть его будет больше Пусть это будет настоящий фонтан Да Спасибо Я вообще У меня большие планы Я надеюсь Сделать свой сольный концерт Зимой Это будет здорово Свой день рождения Может если получится Конечно Но для этого конечно Нужен труд Поэтому будем трудиться Я надеюсь что все получится Спасибо тебе большое Спасибо тебе Друзья Всего вам хорошего Слушайте классную Интересную Любимую музыку И все у вас будет хорошо До встречи в вечернем джеме Пока